так возвращаемся в нашу мега компанию по производству пока что сырых продуктов опять нет музыки до не слышу должна быть не знаю что что-то странное стало по звукам раньше меня таких проблем не было ну ладно так на чем мы остановились хорошее качество мы уже работаем над большими продуктами окей ускоряемся ждем когда придут наши сотрудники которые тут же усиленно начинают работать давайте посмотрим вот это действительно большой сложный проект мы видим что код на него идет медленно у нас именно программистов на данный момент трое на ну что это художник и проектировщики вполне возможно что ближайшее время будем расширять нашу команду так тут плохое качество поэтому одной итерации достаточно окей и наша команда проектировщиков опять начинает работать уже над нашим 2d редактором собственным так что ждем когда они все это доделают у нас уже становится грязно надо будет вызвать уборщицу после окончания рабочего дня в принципе работа над нашим проектом идет неплохо уже подходит концу 2 итерация не так уж и плохо так здесь хорошее качество поэтому этот проект нам нужно проработать до конца давайте пока посмотрим что у нас есть из доступных контрактов ну пока что ничего особо выгодного поэтому продолжаем работу на тем что есть и посмотрим что у нас получится так отлично рабочий день окончен в принципе 99 процент должно быть достаточно выдающееся качество и мы получили деньги отлично так мы я хотел вызвать уборщику так ну и подумать над тем чтобы расширить нашу команду до вполне возможно пока что не появились более выгодные контракты давайте посмотрим что у нас тут есть 2 2 1 2 2 1 хорошая хорошая давайте мы возьмем вот эти два проекта ну и этот хорошо поставим на паузу пока наш редактор они подготовят работу для последующую работу для программистов сначала так как здесь требуется хорошее качество я как обычно делаю два прогона полных две итерации принципе там процесс идет и этот проект не такой сложный как предыдущий поэтому он его сделают гораздо быстрее это нужно учитывать тереза морал на больничном да такое тоже иногда случается с нашими сотрудниками они иногда болеют здесь интересная вкладка пока там процессы всякие ходят это льготы сотрудников для поддержания более высокой морали на стрессоустойчивость была но честно говоря я обычно ну редко когда включаю льготы особого смысла в этом нет их запросы на повышение зарплат ну кроме тех которые там супер большие я обычно одобряю и этого вполне достаточно лишь того чтобы поддерживать мораль сотрудников поэтому это можно будет включить просто если вдруг такое желание будет а так это приведет к достаточно существенному увеличению расходов но бонусов для компании я в этом особо не вижу так это готово ставим на паузу второй проект тоже сделаем чтобы было у программистов на следующий месяц два проекта в работу потом уже можно будет вернуться к нашему софту собственному мы видим что этот проект которым мы сейчас работаем он немножко затягивается хотя там требования не очень большие поэтому мы можем его сдать в том виде в каком его закончат сегодня 78 и 91 я думаю что да все должно быть в порядке выдающееся качество мы получили деньги и уточнили креативность адольфа ричардса папа папа пум адольф вот есть давай мы тебя и здесь тоже назначим чтобы уже точно определить уровень креативности ну и вот очередные запросы по зарплате видим что среднее увеличение 33 процента но при этом вот да я обычно сортирую запросы на увеличение зарплат по вот этому столбцу запрос я вижу что зарплата 7000 а запрос на увеличение 1100 то есть на 15,7 процента нет то есть я я обычно даю не больше десяти процентов то есть и плюс 10 процентов принять здесь тоже самое плюс 10 процентов принять ну и остальные как мы видим да они все в рамках нормы поэтому принимать все зарплаты а у этого есть требования либо фиксированная ставка либо уволить что такое фиксированная ставка фиксированная ставка работнику выплачивается фиксированная месячная ставка независимо от фактически отработанного рабочего времени это может быть как плюсом так и минусом если у нас команда которая работает больше 8 часов то для нас это выгодно то то есть моему заплатимся как будто бы он отработал 8 часов но если у нас команда работает меньше 8 часов а такие варианты тоже есть там сокращение рабочего времени рабочего дня но иногда ведет к увеличению при продуктивности команды команда последние там два часа по моему они очень низко продуктивные относительно начала рабочего дня и некоторые игроки они просто сокращают делают там короткие рабочие не там по 6 часов по 7 часов чтобы вот это последнее не очень эффективное время не тратить вот но я в этом опять-таки смысла особого не вижу я оставляю 8 часов поэтому фиксированную ставку в данном случае можно оставить если она ну и соответственно если мы сокращаем рабочий день то мы как бы все равно бы ему платили как будто он работал полный день то есть для нас бы это было бы немножко невыгодно но никаких проблем я с этим не вижу поэтому принимаю это его требования ну в принципе все так посмотрим какие контракты у нас появились на 100 тысяч делать бы все таки чего-нибудь поинтереснее смотрим что этот проект намного быстрее идет процесс программирования что он не такой сложный так что примерно я думаю что до обеда мы поработаем над своим проектом а потом переключимся уже вот на следующий контракт ну до обеда вот как раз когда не уйдут на обед мы можем во время обеда пускай мой персонаж еще поработает а теперь хоп переключаем и активируем третий проект контрактный так и здесь требуется хорошее качество мы подождем еще перед тем как отправлять результат заказчику и отработаем по полной программе его вот можно уже спускать второй проект тоже в работу ускоряем время продвинуть конец выдающееся качество никаких проблем не возникло но мы уже приближаемся к цифре который озвучил в конце прошлого видео до миллион на балансе я думаю что еще один день мы поработаем над контрактами если там появится у хорошие контракты мы возьмем еще и в принципе на этом будем уже отходить от от этой системы стараться да и начнем выпускать свойства на этом этапе можно отказаться полностью можно не отказываться но в целом все зависит от того насколько усидчивый каждый отдельный человек для меня со звуком что вот я слышу музыка вроде как есть но я ее еле слышу не знаю может быть дети на колонках подкрутили звук вот ну и касательно чтобы закрыть тему с рабочим временем да на уста она устанавливается вот здесь начало времени конец времени ну и либо вот здесь можно то же самое начало конец что могу отметить единственный момент когда я иногда включал увеличивал это время когда у меня еще не было сотрудников и работал только один мой персонаж так как он работает без перерывов и полное время то и его зарплата от этого никак не зависит то вот ему я иногда уставлял более длинный рабочий день там 10 часов по моему тоже не раз 12 часов но смысла в этом нет он настолько уставал уже концу 8 часов что его продуктивность резко падала мы можем взять информацию вот эффективность ну и вот здесь вот энергия да вот у нас начало рабочего дня и потом конце рабочего дня если я не забуду мы опять посмотрим эту информацию и увидим что она прям очень сильно упадет так ускоряем время почти уже закончили вторую итерацию так что можно запускать параллельно работу над нашим проектом об выгодных контрактов пока нет в конце этого дня я скорее всего найму еще дополнительный персонал так почему мы мало заработали за предыдущий месяц тогда может быть пока подожду на дна с наймом дополнительного персонала посмотрим где надо сдать вот эти проекты посмотреть что тогда там она нам откроется нового интересного так запускаем работу над вторым над этим еще проектом над вторым у него тоже требования хорошо чуть-чуть не до не довели до конца но выдающееся качество деньги мы получили креативность уточнили окей грязь опять-таки появилась но я пожалуй еще месяц подожду стояние 46 но в конце следующего месяца тогда вызывайте и уборщика одновременно так давайте проверим контракты ничего нового интересного не появилось сто восемь тысяч маловато за такой контракт видимо нам придется его взять так а там требование какое было хорошее все это пока что не очень выгодные контракты ну ладно ну к обеду почти успели закончить проектирование окей ок того кого-то из наших сотрудников мы можем отправить на курсы вот мы видим что это рори райли да ну можно сократить этот список и вот здесь кстати что означает такой жирный да и что означает такой серенький иконки означают должности кому она выбрана роль основная а кому дополнительно то есть основная жирным серенькая это дополнительно но мы видим что рори райли действительно у нас проектировщик он получил уровень в проектировщике мы можем его обучить на данный момент да у нас немного сотрудников поэтому легко найти вот человеку который которому требуется ну который до которого доступно повышение уровня а когда этот в этом списке будут сотни и сотни и сотни людей то вот этот кнопочку курса она конечно будет очень нам помогать так тебе доступна система за воде оборудование но оборудование нас не интересует система это то что у нас самое основное поэтому начнем с нее так давайте закончим сегодня проектирование работу над этим проектом 96 процентов выдающееся качество отлично будем надеяться что на следующий день появятся более выгодные контракты мы так никогда не закончим ну хотя бы 127000 кей логистические решения за 73 если вот так выделить несколько человек то здесь можно посмотреть их сводную статистику так как у нас пока что команды не разделены отдельно проектировщики отдельно программисты то хотя бы так можно прикинуть что у нас есть у нас есть три звезды три человека с тремя звездами в системе один человек с тремя звездами в 2 человека с тремя звездами в звуке один человек с тремя звездами в оборудовании так средний уровень по-прежнему пока что мы ищем начать поиск сортируем по умению три звезды и три звезды нанимаем отличная совместимость все зашибись дружелюбный напряженный если попробовать вот такой фильтр потому что напряженный все таки очень тоже не очень хорошая ночных софт да мы можем здесь сразу увидеть их как правило не так много если не фильтровать именно их чтобы они именно они показывались то мне кажется вот это тоже будет неплохой вариант 3d 2 система 2d и звук давайте наймем этого и теперь нам нужно я все таки начну начинаю расширять уже команду для этого так у нас уже новый день считается значит арендуем второй офис так переименовать это у нас будут дизайн нет проект проект и новая команда так как мы тут добавляем новая команда программисты я так запутаюсь мне так непривычно p1 d1 почему p и d да по-английски они называются программерс и дизайнерс то есть p и d первые буквы мне так привычный я их так все время называю ну потом когда у меня появляются проектные команды то они там называются там название проекта тире п тире д потом пробел n появляется ночная команда скоро до этого дойдем так значит давайте теперь мы возьмем всех наших программистов и дизайнер и художников и переместим во вторую команду и тогда вот этих мы сотрудников не то делаем делаем чистыми проектировщиками теперь они уже вообще не будут выполнять других функций они будут только заниматься проектировать проектирование проектированием того у нас раз два три четыре пять человек теперь давайте посмотрим что у нас с программистами два человека с тремя звездами в системе один 2d и один в звуке программист если мы изначально с нами нанимали всех людей только с отличной совместимостью почему еще это удобно мы можем искать их фильтровать совместимость любой команды так как они у нас все одинаковые но имеется все идеально между собой совместивыми то это неважно какой команде мы ищем потому что они все будут совпадать так давайте мы поищем система и 2d программист ok но нанимаем их b1 сразу так вот у бриона хансона незначительно выше уровень его скилл его навык программирования но при этом звездочки у него пониже поэтому мы возьмем дэниэла мак маклина имена там блин могли бы и тоже перевести так нанять и теперь давайте поищем еще система и звук так p1 ну отлично арманд сантьяго нам подходит так а у нас в этой команде кто то есть с навыком лидерским лидерским есть хорошо открываем список соответственно два щелчка там сменить должности так у вас будет чуть 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 у нас тут есть один художник так что на один же художник у нас или уже не один раз пока что один тогда у нас мы ставим основные программисты дополнительный художник а у него соответственно наоборот основной художник дополнительная программист и добавляем добавляем вкладку умения ну она это не вкладка в этом случае просто дополнительно дополнительные столбцы появляются и смотрим кто из них кто из в этой команде имеет наибольший уровень навыков в руководстве мы видим что это можно отсортировать да то это дэниел маклин смотрим какие у него есть навыки ну действительно навыки имеются и тогда ему дали сдаем должность руководителя этой команды и соответственно вот возвращаясь во вкладку команды нажимаем на кнопку управление персоналом здесь мы можем ему дать возможность собственно руководить командой пока что мы этого делать не будем пока что народа сотрудников немного и мы все это можем делать вручную но что нам теперь нужно сделать нам теперь нужно отделить наших программистов от наших проектировщиков для этого мы в новом арендованном офисе делаем его вход только для команды P1 то есть здесь у нас будут только программисты здесь у нас будут только проектировщики ну программисты и художники да пока что мы их держим вместе и вот эту комнатку опять таки мы даем для руководителя этой команды ему мы копируем этот компьютер с папочкой для руководителя это более чуть больший бонус он получает и потом переносим компьютеры команды программистов это по-моему вот эти да с калькуляторами ага мы можем оп оп вот еще есть и еще да больше нету того раз два три четыре пять а в команде шесть человек то есть нам нужно еще один компьютер готово и смотрим сколько у нас компьютеров здесь по-моему тоже шесть человек там шесть раз два три четыре то есть тоже нужно еще два компьютера раз и два копировать ctrl-c снимаем с паузы это должно немножко ускорить работу над нашими проектами давайте посмотрим есть ли у нас доступный художник у нас был 2d нам нужен звуковой художник по звуку художнику не нужен большой мозг на самом деле поэтому можно было этот фильтр снять вот скромно это хорошо это значит да что требовать будет меньше повышен более скромен по зарплате имеется ввиду и мне кажется это отличный отличный сотрудник для нас нанимаем и нужно только ему рабочее место дать и у нас там был один из компьютеров с планшетом вот этот давайте мы их перенесем вот сюда снимаем с паузы вот не уверен по поводу художника все остальные мне кажется должны успеть выйти сегодня на работу ну вот идет 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 проектирование так а что нужно сделать да вот я сейчас забыл и поэтому работа над вот этим проектом не идет у нас за этот проект отвечает по-прежнему команда d1 в ней не осталось программистов поэтому нужно это исправить я не знаю почему называется кнопка добавить но как бы я просто помню где она находится и здесь мы снимаем галочку с d1 и ставим галочку на p1 теперь за этот к проект отвечает команда программистов с p1 в дальнейшем что ну и вот в этом проекте нам тоже нужно будет это сделать а в дальнейшем чтобы не нужно было это делать вручную то вот здесь у нас выделяется команда проектировщиков d1 и команда программистов p1 уже тут автоматически выставилось что очень очень для нас хорошо снимаем с паузы и сразу видим что правда работа над этим проектом наконец началась потому что горит монитор то второе художник тоже вышел на работу отлично это значит что мы кстати теперь можем взять брать работу в работу контракт на не называются на игровые ресурсы до которые где требуются художники так что очень очень правильное мы сделали решение хорошее качество требуется так что ждем ну и нужно постараться закрыть вот эти все дешевые чтобы они вместо них появились более выгодные контракты что мы сейчас наверное сразу и сделаем разработать так давайте посмотрим мы возьмем все вот эти контракты принять 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 а да кстати мы набрано наняли же но кучу новых не кучу на парочку новых дизайнеров решить проектировщиков поэтому можно им уточнить их креативность так теперь давайте все это поставим на паузу вот здесь мы видим что не назначен до команда команда которая работает над программированием этого проекта ставим команду p1 нажимаем паузу я предпочитаю работать на чтобы команда сосредоточилась на одном каком-то проекте поэтому по очереди их буду запускать хорошая 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 все требует хорошего уровня так да я думаю что этих двух проектов нам пока хватит так что мы можем вернуться к работе над проектированием нашего собственного софта и что мы еще видим что мы уже как заканчиваем третью итерацию то есть в принципе уже достаточно хорошо мы продвинулись поэтому что я сделаю сейчас еще я найму новых сотрудников для для которой будут помогать нам продвигать этот продукт а именно убираем категорию поддержка команда d1 специализация маркетинг пока что но я думаю что среднего уровня нам тоже хватит большой мозг им не нужен лучше взять скромных все остальные оставляем без изменений остальные как они называются черты характера начинаем поиск и ппп обычно выбираем максимального по уровню умения я думаю что 1 до 1 до 1 наверно пока хватит но крайнем случае двоих в принципе уровень навыков у них неплохой так и этих двоих мы посадим вот сюда соответственно где там наши компьютеры 1 2 в качестве дополнительного бонуса бонуса мы им дадим по телефону потому что для команд из уровня из категории поддержка мы видим что он дает максимальный бонус для их работы и что мы сделаем мы сделаем нажмем кнопка реклама выберем пресс или релиз он так как мы нанимали второго уровня то у нас мы можем выбрать не то и текст и картинки третий уровень пока не нанимал но нам это пока не требуется выбираем команду d1 и жмем окей возвращаемся сюда выбираем шумиха выбираем d1 но шумиха конечно перевод такой сет это хайп то есть по-английски там называется эта категория хайп то есть поддержание хайпа по поводу нашего продукта мы пока что неизвестная к никому команда да у нас нету никаких поклонников поэтому на данном этапе это будет очень сложно поддерживать хайп для наших продуктов но тем не менее мы эту в команду включаем возвращаясь к рекламе да нам доступен мы можем объявить дату выпуска но пока что я даже примерно не могу сказать когда она будет я думаю что концу 83 года наверное мы ее выпустим но гарантировать этого пока сложно поэтому пока что мы этого делать не будем но обращаю внимание что когда мы захотим опубликовать наш наш пресс-релиз то нам нужно быть готовым объявить дату на дату выпуска продукта иначе в этом нет особого смысла нажимая правой кнопкой вот здесь вот где идет заголовок мы сворачиваем эти окошки потому что нам пока что ничего не нужно делать никак за них не нужно отслеживать она будет равна над этим над этим продай проектами будут работать единственное что хочу так как я странно не должна быть еще одна кнопочка которая определяет бюджет то есть можно задать максимальный бюджет который командам будет тратить на хайп но почему-то я ее здесь не вижу мне кажется такая же вот его должна выскакивать ну ладно так и мы подготовили правильно d1 d1 да то есть мы готовы уже готовимся уже к запуску нашего собственного проекта на данном этапе маркетинг будет съедать у нас больше чем ни к чему он будет приносить и это будет длиться там определенное количество времени пока мы не выпустим более-менее удачный проект продукт или не разовьем нашу популярность но долгосрочной перспективе это все равно выгодно ну или если мы принимаем будем делать я думаю что я возьму один такой проект покажу чтобы это вот для примера было если мы выберем при создании продукта этого издателя то мы можем отдать эту работу издателю но и на самом деле вот это вот это то что мне не очень нравится вот этот микро менеджмент вот этих процессов я честно говоря не понимаю зачем они ну зачем это так сделано потому что ничего это не добавляет кроме вот там нажать две кнопки периодически но такое себе так очередные просьбы с повышением зарплат смотрим в принципе все вроде хорошо ничего никто не просит там в несколько раз я поднять зарплату иногда бывает такое так что к этому тоже нужно быть готовым так компьютер работы у я же забыл этого вызвать айтишника 34 до надо не забыть в конце этого дня а и забыл показать как в конце дня меняется эффективность а штраф а штраф за непредоставление налогового отчета но опять-таки все равно штраф выгоднее чем платить бухгалтеру зарплату постоянно так ускоряемся можно запустить параллельную работу над следующим проектом осталось всего ничего и давайте мы тогда запустим ну или подождать пока я думаю что до до обеда подождем потом начнем проектирование но следующих контрактов сдаем работу выдающиеся качество все отлично отлично выблески банкротству но тут нужно понимать что вот это вот надпись она не всегда соответствует действительности да действительно если мы каждый месяц будем тратить по 200 но иметь по 280 тысяч убытка то мы через два месяца уже обанкротимся но нужно понимать что мы заплатили 190 тысяч из них 150 тысяч от налоги 23 тысячи налоговый отчет плюс мы нанимали людей 55 тысяч почти мы отдали за найм так что на самом деле мы не идем к банкротству но тем не менее да вот я расширил команду мы у нас теперь выросли расходы на зарплаты поэтому действительно нужно быть очень аккуратно а я вот тут заметил что мы наконец достигли четырех звезд в репутации поэтому я ожидаю что в ближайшее время нам начнут давать уже более выгодные контракты возможно уже со следующего дня как только мы закроем какое-то количество из существующих так опять работа над этим проектом идет как-то медленно тем не менее надо уже начинать работать на следующем это простые контракты поэтому да мы видим как они быстро обрабатываются я сейчас сразу 2 запущу разработать пауза нам нужно закончить работу над тем параллельно тогда будем работать над нашим проектом и над этим ничего страшного в этом нет запас по времени у нас имеется уже конец рабочего дня но 71 одним процентом я пока не буду его сдавать этот проект так что подождем вызовем больше к вызовемся с админа если это был бы нашу в стат нам еще нужно было бы следить за техникой и периодически вызывать ремонт техника это смысле кондиционеры часы и лампочки то есть она тоже может выйти из строя может из-за этого случится пожар а поэтому нужно быть аккуратным у нас вот везде в ко всех офисах у меня всегда присутствует спринглер и датчик дыма потому что ну во первых есть требования пожарной безопасности а в игре кого может прийти пожарный инспектор и выписать вам штраф если у вас там что-то не правильно сделано чего-то не хватает поэтому за этим нужно следить пожар у меня в игре был один раз и действительно это было не очень приятно так что-то у меня там ваш зовут так что я пока при руси так я тут отходил от компьютера когда вернулся понял что я не поставил на паузу но слова слова мне что я не менял скорость игры она шла на минимуме и поэтому ничего особо не поменялось за это время до новый день даже еще не успел начаться поэтому ничего мы не пропустили из сообщений что у нас там два человека на больничном мы все еще близки к банкротству знаю ох нужно быть внимательнее поэтому прошу прощения за то что такой скачок произошел но ничего страшного не произошло так скоряемся пропускаем коряемся люди идут 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 так 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 работа над проектом идет и можно включить наш проект поставить на паузу уже близко это завершение этого проекта в принципе все ушли на обед так что можно продвигать сдавать выдающееся качество мы получили деньги вот мы видим уже настоящие проекты 200000 и вот 600000 а вот это вот это очень хорошие деньги уже но на этот проект нужно много времени поэтому нужно быть готовым что ну может быть и не 8 месяцев но несколько месяцев это займет то есть нужно понимать что нужно быть готовым к тому что в это время нужно платить зарплату при этом если мы ничего не зарабатываем не включил свой проект то есть если мы ничего не зарабатываем то мы будем уходить все дальше дальше в минус поэтому нужно аккуратно брать такие проекты так запускаем следующий проект запускаем работу над следующим проектом контрактом выдающиеся качества все отлично здесь тоже хорошие хорошие и здесь да все хорошие требуется продвинуть ну пока он мы еще не закончили этот проект то можно находить баги сдаем выдающиеся качество но это были простые контракты поэтому здесь ничего удивительного нет переходим к следующему месяцу небольшой плюсик мы получили уже радует тракты отлично завершить проектирование этого контракта чтобы отдать в проект в работу программистом а то у нас пока программисты без дела сидят но это не займет много времени готово так и давайте решим пока идет работ над этими простыми вещами надо решить какой контракт мы возьмем контракт на 600 тысяч пока что не будем трогать он очень хороший очень выгодный но мы пока что немножко подождем наверное мы начнем вот с этого с четырехмесячного на сто семь отличное качество отличное качество может потребовать много времени на работу тогда лучше вот этот за пять месяцев но доход 225 тысяч отличное качество это надо уже ближе к трем итерациям делать не хочу пока столько времени на это выделять так паузу принять и ставить на паузу либо можно сделать две итерации на понадеется что это вот будет достаточно но по разному бывает иногда хватает иногда нет нам бы желательно пока что репутацию свою не портить уже почти готов этот проект но мы уже заканчиваем работу на следующем разработать продвинуть включаем включаем уже работу над нашим большим проектом но это значит что так как над ним работать проектировщики вот достаточно долго дольше чем программисты будут заниматься этим проектом то программисты у нас будут сидеть какое-то время без работы да соответственно можно подумать о том что параллельно взять какой-нибудь простенький проект чтобы поддерживать штаны и занять чем-то программистов ну и смотрим что у нас опять проектировщик один из проектировщиков имеет возможность пройти обучение у него уже есть три звезды в системе и в звуке поэтому даем вам обучение в 2d работа над пресс-релизом идет странно что нету кнопки бюджета так да я говорил что взять какой-нибудь простенький для того чтобы загрузить наших проекте программистов чем-нибудь возьмем вот этот вот и не забывать ставить наших проектировщиков лидирую лидерами чтобы узнать их креативность пока этот поставим на паузу чтобы короткий быстренько прогнать и передать работу программистам здесь у нас еще есть запас по времени поэтому пока не буду задавать этот контракт хотя на 97 процентах я бы его обычно сдал но нам нужно будет чтобы программисты хоть чем-то занимались у нас началась пара отпусков 7 человек в отпуске потом когда команд становится много то я начинаю уже играть с отпусками где кому какие давать особенно это будет касаться наших команд исследователей то есть там я даю отпуск обычно в декабре в ноябре в декабре потому что новые исследования появляются в январе и где-то ну с учетом того как я делаю разбиваете команды то я их заканчиваю обычно где-то в октябре в сентябре октябре ну если там по-другому сделать команду можно заканчивать их там уже к маю может быть и раньше не знаю честно говоря но я делаю так потому что особого смысла торопиться там тоже нет потому что конкуренты я успеваю все сделать я успеваю сделать все исследования во всех доступных категориях сейчас их 4 потом будет 6 и запатентовать их поэтому мой подход меня устраивает так давайте вернемся сюда продвинуть пускай пока поищут баги ну вот теперь можно заработку отдать пускай пока баги тоже ищут параллельно пока мы работаем над проектированием вот этого сложного проекта кстати быстрее чем я ожидал а ну это не такой сложный да правильно который за 167 то есть это не такой сложный что у нас там из контрактов я думаю что следующий мы возьмем вот на 293 тысячи ведущим у нас будет оли лав какое хорошее имя принять поставить на паузу окей понеслась так этот сдаем у нас видимо наш художник в отпуске поэтому пока что никто не начал работать над оформлением и это очень плохо потому что конец рабочего дня креативность выдающиеся качества конец рабочего дня мы не сдадим этот проект я не хочу его сдавать с нулевым оформлением потому что это нам даст штраф к качеству то есть мы его сдадим лучше мы его сдадим с задержкой в следующем месяце пять сотрудников в отпуске то есть у нас сразу оба художника попали в отпуск интересно грейс баллард может получить новую звездочку давай в системе неудачно это нам просто не повезло что оба наших художника одновременно попали в отпуск так разработать ставим на паузу и пока что наших проектировщик управляем заниматься нашим проектом запускаем следующий продвинуть один месяц просрочки выдающееся качество креативность просрочена обычно я стараюсь этого избегать потому что сразу мы видим что наша репутация из-за этого несколько снизилась не очень хорошо ну давайте мы постараемся закончить третью итерацию а потом начать работу работу над этим или уже можно начинать что-то достаточно быстро они работают давайте после обеда начнем не успели закончить третью итерацию но ничего страшного опять таки на удивление быстро мы работаем над этим проектом я ожидал большего времени что нам понадобится для этого мы видим да какие у нас минусы все плохо все все горит но на самом деле как только мы сдадим эти два проекта наше положение намного улучшится я прямо удивлен как мы быстро работаем над этим проектом но все-таки у нас уже не маленькая команда дизайнеров проектировщиков так что в принципе наверное это не должно быть так уж удивительно так кто-то еще может пройти обучение DARF может пройти обучение по специальности лидера лидерство и я ему дам про специализацию многозадачность отлично так это наш маркетолог я не назначил должности поэтому не мог понять кто это наш второй маркетолог в этом меню да соответственно можно ставить галочки либо нажать на специальность на роль и тогда будет установлена только одна роль что такое небольшое пояснение к этому меню и художнику мы тоже не дали наши роли можно вот здесь в управление персоналом назначить выбор должности чтобы лидер команды сам назначал но как правило я это контролирую вручную чтобы люди занимались именно тем для чего я их нанял а не чем-то другим очень хорошо у нас прям отлично идет работа вот над этими проектами ну что замахнуться на большой wins green принимай работу я пока оставлю оба работать я хочу что все таки мы закончили третью итерацию на нашего софта потом уже поставлю на паузу и так уборщицу можно будет вызвать в конце рабочего дня аванс мы получили отличный за этот проект вот четвертая итерация начинается поэтому запускаем работу над сосредотачиваемся над этим проектом над этим контрактом вот мы видим что замигало красненьким наша реклама это значит что пресс-релиз готов но если вот нажать то будет вот такое уведомление что вы еще не объявили дату выхода продукта пресс-релиз что снизит его влияние на рынка вы уверены нет я наверное это сделаю ближе когда мы будем где-нибудь на полпути четвертой итерации и мы сдадим вот эти три контракта и я уже буду уверен что мы можем сосредоточиться на потом на программирование нашего контракта а пока что пускай повисит по пресс-релизам я честно говорят так и не нашел оптимальной стратегии сколько их нужно делать чтобы получить реальную как бы отдачу от этого момента а учитывая что потом когда начинается работа в проектных командах это все уходит в автоматизацию и я вообще не знаю как они там это делают то скажу так я обычно выпускают два максимум три пресс-релиза один на этапе вот когда он готов ближе к четвертой итерации ближе к концу четвертой итерации проектирования и один или два момента программирования ну и плюс там можно сделать демо версию выпустить это я тоже иногда делаю ну и вот как я и говорил что ожидаю что к концу 83 года мы все-таки уже сможем выпустить наш продукт так ну что это означает это означает что два наших маркетологов сейчас будут сидеть ничего не делать и получать зарплату как настоящие марки маркетологи так вызовем уборщика максимальная скорость как он тут быстренько все оп по просьбе о повышении зарплаты на один процент ничего против не имею увеличилась как компания чего компания ттт увеличила сокращение выручки увеличила сокращение выручки это интересно ну и вот мы видим что мы вышли в плюс в прошлом месяце за то что получили большой аванс за вот этот проект вот этот проект надо было сдать что-то я забыл 218 тысяч выдающееся качество отлично прям отлично так 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 смотрим какие у нас еще проекты доступны еще есть два по 200 тысяч но я думаю что мы пока что остановимся на этом нам дать денег должно будет хватить чтобы все-таки закончить работу над нашим редактором так запускаем параллельную работу над нашим проектом сработать паузу максимальная скорость ждем когда доработается этот проект ну вот уже можно начинать параллельно работать над следующим проектирование мы закончим быстро сколько времени займет разработка сложно сказать но я не думаю что много все-таки проект не такой уж сложный и судя по тому как разойдет разработка он должен быть должен бы закончиться быстро поэтому я думаю что в следующем месяце я уже объявлю дату выхода давайте посмотрим где у нас там календарь я обычно это не делаю что забываю или мне лень но это полезно давайте мы посмотрим выходы 2d редакторов на 83 год в декабре ожидается 1 ну что если мы поставим июнь мы должны успеть к июню ну кидайте поставим июль может быть но я думаю что мы на самом деле заканчиваем закончим где-то в мае ну возьмем с запасом июль да нет не будет там июля июнь поставлю но в мае если не раньше мы его закончим окей выпускаем наш пресс-релиз и тут же начинаем работу над следующим окей вот мы видим что у нас появились поклонники 8 поклонников 8 человек ожидают выхода этой программы и вот теперь работа по хайпу заключается в том чтобы не потерять этих людей этих поклонников мы закончили работу здесь отлично ну ну пускай на картинок и полностью завладел нашим вниманием релиз намечен на июнь 83 года да в принципе все как оно и есть ускоряемся давай давай бюджетик нам приноси копеечку 10 поклонников так в среднем плюс 2000 ну и я не вижу ничего криминального никто не требует супер большого повышения принять и закрыть а больни три человека на больничном хорошо зима снег пошел декабрь ну вот здесь нет а если начинать в гараже маленькая команда то там в декабре они приходят в этих рождественских шапочках так замедлилась работа над проектированием я ожидал что мы его закончим уже но пока что больше контрактов я брать не хочу возможно что некоторое время наши программисты посидят без работы пускай пока они баги повылавливают ничего страшного нет у нас еще есть пять месяцев для работы над этим проектом но то что о чем я говорил да в предыдущем месяце мы ничего не сделали при этом минус семьдесят шесть тысяч поэтому нужно иметь запас денег для того чтобы работать над своими проектами в конце месяца надо будет ну месяца дня надо вызвать будет уборщицу FIS админ пока не требуется уху сколько там багов прям по токам идут так два человека могут пройти обучение Тереза Морроу программист на звук идет отлично и проектировщик на 2d хорошо ничего против я не имею ну давайте пока все равно запас времени есть пускай наши люди еще вылавливают баги пока мы заканчиваем четвертую итерацию вот мы видим что пресс релиз опять готов но как я говорил пока не буду спешить его выпускать когда мы уже перейдем на следующий этап тогда я его выпущу потому что ну я не до конца разобрался как работает данный механик отлично наш продукт готов к переходу в разработку разработать назначить команду 1 сдать этот проект пятьсот девяносто шесть тысяч уй ух хорошо ну вот как я тоже замечал да что обзор так как этот проект наш нам его никто не заказывал то мы можем только обзор сделать он на аутсорсинге соответственно за это нам придется заплатить реклама мы можем ну дату выхода мы уже объявили мы можем сделать демо здесь мы ее можем изменить тут нужно обратить внимание что да если мы не успеваем к обозначенной дате нужно ее поменять и это очень сильно скажется на количестве людей ожидающих эту программу и соответственно количество людей которые ее купят поэтому лучше стараться выпускать все вовремя ну о том как том как понять когда это будет готов конечный продукт это с опытом придет да то есть там когда выпустите их там штук пятьдесят то уже будете понимать ну а когда вы передадите это дело в проектную команду то они уже опять таки это все будут автоматизировать и тогда этим вообще не нужно будет заморачиваться так 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 ну и все пожалуй на сегодня мы на этом остановимся в следующий раз мы уже закончим работу над нашей первой программы и выпустим ее на рынок и будем надеяться что она принесет нам какую-то прибыль потому что не всегда это так ну в крайнем случае мы вернемся опять к контракту мы будем работать параллельно опять над следующим программой ну все до встречи в следующий раз вы как Продолжение следует...